Вы смотрите Live News и мы продолжаем. Переходим к спортивной теме. Волейболисты сборной Польши спустя 40 лет стали лучшими на планете, победив на домашнем чемпионате мира. В решающем матче хозяева турнира победили бывших обладателей трофея бразильцев в четырех партиях. Бронзовые медали выиграли немецкие волейболисты, а вот олимпийские чемпионы Лондона россияне, увы, остались без наград. Прямо сейчас обсудим итоги чемпионата мира с доигровщиком нашей национальной команды и московского «Динамо» Денисом Бирюковым. Денис, добрый день. Добрый день. Ну, хочется спросить вас о поляках. Насколько неожиданным или наоборот ожидаемым стал их успех? Все-таки четыре десятилетия без медалей и вот успех на домашнем чемпионате. Ну, хотел бы, наверное, поздравить поляков с победой. Ну, наверное, считаю, что для них много условий было сделано. Чтобы они выиграли. Под них все подстраивалось. Они играли дома. У них собралась неплохая команда. Мои поздравления. Ну, давайте поговорим более подробно и конкретно о том, что все-таки подстраивалось под поляков. Потому что помимо поддержки зрителей, совершенно феноменальной, я напомню, что на матч открытия пришли 62 тысячи болельщиков. Это была игра Польша-Сербия. Были и другие обстоятельства. Вот давайте о них и поговорим. Ну, конечно, наверное, 50% у команды Польши это болельщики. Те люди, которые просто трясут зал. Для них это вид спорта номер один в Польше. Они оказывают какое-то давление на те команды, которые противостоят полякам? И если да, то как это происходит? Ну, я бы не сказал, что они прям давление. Но все равно, когда за тебя болеют 64 тысячи болельщиков, наверное, даже приятно играть. И какое-то есть чувство, что тебе намного легче. Ты чувствуешь себя дома. На ваш взгляд, что способствовало такой популяризации волейбола в Польше в последние годы, в последние десятилетия? Есть ли что-то, чему мы можем поучиться у них? Ну, я думаю, наверное, рекламе волейбола. У них на всех каналах волейбол, волейбол. У нас футбол, футбол. Если у них первый спорт волейбол, то, я не знаю, он везде у них. Наверняка вы общаетесь с коллегами по цеху. Насколько польские волейболисты, узнаваемые люди, так скажем, в светском обществе, понятно, что идет по улице высокий человек, но вот какое-то внимание не только со стороны прессы, со стороны болельщиков, оно присутствует особенное? Ну, вообще, да, я общаюсь с многими игроками Польши. И их узнают, наверное, каждый ребенок в каждом городе. Потому что собираются волейболы только в зал 64 тысячи болельщиков. А по телевизору смотрит, наверное, вся страна. И, я думаю, в каждом доме. Ну, да, и хочется отметить, что все-таки на национальном стадионе в Варшаве, в стадионе в первую очередь в футбольном проходил матч открытия. Эту аудиторию собрали, но на финале было около 13 тысяч зрителей. Все равно более чем солидная по российским меркам такая аудитория. публика, вот когда наши матчи начнут собирать такое количество болельщиков? Не за горами тот день? Ну, я думаю, не за горами, да. И у нас волейбол, мне кажется, все больше и больше выходит в свет. И я думаю, пусть так дальше будет. И хотелось бы, чтобы так дальше было. Ну, давайте немножко вернемся теперь к самому турниру. В финальном матче встретились две команды, которые потерпели наименьшее количество поражений. Всего по одному по ходу чемпионата. Все-таки закономерна ли победа поляков? Действительно, поляки и бразильцы были на голову сильнее всех остальных по ходу этого чемпионата мира. Ну, думаю, да. Поляки, наверное, больше своей общей игрой какой-то, они зацепили эту Бразилию. Не оставили ей шансов. Плюс болельщики, атмосфера. Была информация о том, что под поляков специально несколько видоизменили регламент. Что вам об этом известно? Потому что, припоминаю, несколько таких случаев и в других игровых видах спорта, в баскетболе в частности. Было ли какое-то ощущение, что несколько сетка видоизменена именно под соперников? Или напротив с поляками это даже злую шутку сыграло? Ну, да. Получилось так, что перед третьей частью чемпионата мира, получилось так, что договорились перед жеребьевкой изменить регламент. Все согласились и поляки попали к Бразилии, к России. Я не считаю, что это для них. Наоборот, мне кажется, для них это было немного удивительно. И сильнейшие команды в мире попадают к ним в группу. Как они будут дальше, они сами не знали. Ну, получилось в итоге все успешно для них, но не слишком успешно для нашей команды. Давайте вот эту тему затронем, наверное, не очень приятную. Третий чемпионат мира подряд, мы без медалей. В чем причина? Это комплекс каких-то проблем, если вот так разобраться, попытаться понять, по полочкам разобрать. Ну, я считаю, наверное, вся команда боролась, вся команда хотела победить. И, ну, видим, нам где-то не хватило, может, психологии, может, в каждом элементе, наверное. Какая атмосфера царила в раздевалке, именно когда на игру с поляками выходили, во многом решающие для нас, то, что какая-то статистика вмешалась, не должны мы проиграть, были определенное количество сетов. Все это лезло в голову или вы старались вообще абстрагироваться от всего этого? Ну, перед игрой были все настроены только на победу. Сборная России даже никогда не думает о проигрыше. У нас только есть первое место, и другие места мы, наверное, не видим, как призовое, не призовое. Ну, когда вот эта цель достигнута не была, было какое-то определенное опустошение, или в целом все понимали, что вот на данный момент времени на 100% выложились по максимуму и просто не сложилось? Ну, я считаю, да. То, что было опустошение, конечно, после вылета, уже какой чемпионат мира. И получается так, что расстроены все, все хотели, все старались, но не получилось. Какие-то изменения произошли в нашей национальной команде с момента победы на Олимпиаде в Лондоне? Все помнят, даже люди, которые далеки от волейбола, вот такой обычной жизни, эти памятные мгновения. Лондон 2012, торжественная встреча в аэропорту. Это, в общем-то, воспоминания, наверное, на всю жизнь. Что произошло? Почему все-таки на мире, пока мы далеки от медалей? Ну, поменялось после Олимпиады все. Тренера, ребята молодые стали приходить. Кто-то, кто был постарше, все закончили выступление в сборной. Ну, будем стараться, будем работать. Сборная обновилась, но она стала профессиональнее, как-то, скажем, целеустремленнее, что ли? Она стала поживее, и все хотят выигрывать. Наверное, так же, как и женская сборная России, которая сегодня начинает свой чемпионат мира в Италии. Сегодня вечером в 7 часов по Москве первая игра против команды Таиланда. Хочется пожелать нашим девушкам удачи. И чего ждете от их выступлений? Только победы. И хотел бы пожелать им победы, чтобы выиграли чемпионат мира. Очень знаковое произошло событие – это возвращение Екатерины Гамовой в национальную команду, которая как раз после игр в Лондоне объявила о том, что в сборной она завершает свою карьеру. Известно ли вам, почему все-таки передумала и почему без ее помощи нашей команде, наверное, сейчас не справится? Ну, Екатерина Гамова – она основной игрок. На ней строится вся игра. Я считаю, что без нее будет сложно выиграть чемпионат мира. Что-то в женской команде изменилось, опять же, поскольку мы действующие чемпионы планеты. Здесь наверняка какие-то параллели неизбежные. Вы задумывались об этом? Да, то, что смена тренеров, тоже так же время летит, и люди уходят из сборной. Приходят молодые игроки. И можно так сказать, что все так же, как и в мужской сборной России. Ну, а есть ли вот в мужской команде какой-то такой беспрекословный авторитет для всех игроков, коим является Гамова в женской команде, лидер, человек номер один, который определяет погоду не только на площадке, но и в раздевалке? Ну, наверное, это есть и будет. Наверное, это тот человек, который Сергей Тетюхин. Он, наверное, и на площадке, и за площадкой всегда тот человек, которому никто никогда ничего не может сказать. Ну и человек легенда, можно сказать. Ну и последний вопрос. Ваша профессиональная мечта на ближайший олимпийский цикл, на ближайший год, если так далеко не загадывать? Ну, если загадывать так далеко, то, конечно, хочется поехать в Рио и показать бразильцам, где должны остаться золотые медали. Спасибо большое, Денис. Рио – это не только мультфильм, это не только чемпионат мира по футболу, но это олимпиада и большой волейбол. Гостем прямого эфира LifeNews был Дей Гровщик. В сборной России Денис Бирюков мы обсудили итоги мужского первенства планеты в Польше, Ну и, конечно, пожелаем удачи нашим девушкам, которые сегодня стартуют на женском чемпионате мира в Италии. Будем надеяться, что им удастся защитить свой титул. Короткая пауза, и мои коллеги продолжат знакомить вас с главными событиями этого дня.